Деньги тактиками Александр Павлов, генеральный директор компании Петербург Инвест И третий эксперт это Расим Бекташев, инвестиционный консультант группы компании Финам Господа, я вас приветствую Правила игры прежние Мы, я, телезрители, инвесторы ждут от вас рекомендаций, прогнозов, торговых идей Обоснования этих идей, во что сейчас нужно инвестировать, какие акции нужно продавать А в какую валюту нужно напротив подкупать Во всем об этом мы по традиции говорим в нашей программе Давайте заодно затронем вчерашнюю пресс-конференцию Дональда Трампа Первую, по-моему, с июля, из президентских выборов в США Ваше мнение, какие сигналы, как участники финансовых рынков, мы вчера получили? Александр, вам первое слово Здравствуйте С Трампом интересная ситуация, потому что я вспоминаю первый день после его избрания, когда еще торговалась только Япония И у нас фьючерсы были минус 5% на американские рынки Сейчас все немножко позабыли про это, но факты есть, потому что непредсказуемость некоторая есть И рост протекционизма в США, он может серьезно повредить основным партнерам Ну, прежде всего, Китаю И с Китаем тут могут быть тяжелые ухудшения отношений И это интересно Как вам пресс-конференция? А так все в конве, в конве было То есть это все разговор, а действия будут уже после избрания Ясно Интересно Я, честно говоря, другое посмотрел в пресс-конференции Артем, ваше мнение? Пресс-конференция Дональда Трампа Главная, самая главная выжимка Какой сигнал получили инвесторы, участники финансовых рынков? Самое главное, что можно сказать по факту прошедшей пресс-конференции Так это то, что ничего плохого в целом Трамп не сказал Может быть, ожидания некоторых трейдеров были чрезмерны Поскольку все-таки все делали акцент на конкретику по поводу его амбициозных планов стимулирования налогово-бюджетного Об этом он говорил немного Нам остается, соответственно, только ждать, когда, соответственно, пройдет инаугурация И когда мы переключимся уже на те 100 дней непосредственных реформаторских порывов Пока что считаю то, что для фондового рынка, тем более американского, ничего плохого не произошло Артем, а для валютного рынка, потому что забегая вперед, скажу, что у вас две рекомендации Вот одна из них в валютном рынке, это пара доллар-иена Для валютного рынка, Дональд Трамп вчера, для доллара это было хорошо или было плохо? Ну, думаю, что те, кто следил за ситуацией на валютном рынке, видели, как доллар вчера, конечно же, просел И, в частности, опять же, эта динамика была связана с тем, что очень много трейдеров рассчитывало услышать некоторую конкретику от господина Трампа Поскольку ее пока что нет, нам остается только придерживаться прежних взглядов, но еще пара аргументов, которых я сегодня непременно расскажу Артем, так, может быть, вывод как раз заключается в том, что первые признаки разочарования мы получили, связанные с теми высокими ожиданиями, которые были по поводу Дональда Трампа И доллар вчера выглядел как первая жертва, может быть, плохой как раз заключается в том, что Дональд Трамп не дал каких-либо ориентиров, а рынок их ждет с нетерпением И тот факт, что вчера дрогнул доллар, подорожало золото, может быть, это сигнал к тому, что инвесторы начинают задумываться о фиксации прибыли после вот этих двух месяцев сильного роста курса доллара, акций и так далее У меня возникает вопрос еще к Расиму Расим, вы нас только что слышали, что добавите? Здесь нечего, на самом деле, добавить, но по той причине, что ничего-то нового Трамп не сказал на вчерашней пресс-конференции Все остается в рамках, единственное, я обратил внимание Да, в этом, возможно, и проблема Но я не ожидаю при инаугурации Трампа каких-то сильных изменений или какой-то сильной коррекции по СНП или по американскому рынку Которое, конечно же, необходимо как американскому, так и российскому рынку Но я не склонен полагать, что причиной этому будет инаугурация Трампа и первый реформаторский период Хорошо, спасибо Давайте обратимся уже к рекомендациям Александр, продолжая тему Дональда Трампа, тему американского рынка акций Почему вы сейчас покупаете ПУТ-опцион на индекс СНП-500? Что такое ПУТ-опцион? Какую ставку вы планируете сделать? Какие ваши ожидания по динамике рынка акций в США? Здесь, прежде всего, мы рассматриваем это как некоторую страховку Потому что, в основном, у нас все позиции лонговые А связано это с тем, что, как я и говорил, повышается неопределенность Потому что действия Трампа непредсказуемы, а пока действий не может быть Когда они начнутся, рынок может удивиться И волатильность на рынке повысится Возможно, в плюс, возможно, в минус Но даже просто повышение волатильности приведет к росту опционов А если же будут какие-то удары по партнерам То есть Японии, Китаю То есть по мировой экономике То есть Трамп поставит интересы США выше Интересов глобальной экономики, глобальных корпораций Ну, в общем То это может серьезно повредить в моменте фондовому рынку И поэтому лучше подстраховаться, купить опционы со страйком где-то 2200 И это будет просто страховка Александр, вы слышали Но смотрите, Расим считает, что ничего такого негативного для рынка акций США не будет Расим, вы только что слышали, Александра Что все-таки Дональд Трамп несет в себе не только благо для американской экономики и рынков финансовых Но еще и определенные риски Что вы думаете про протекционизм Про то, что есть просто у нас пару недель неопределенности Про то, что риторика может быть жесткая от Дональда Трампа Почему вы думаете, что рынок акций США не скорректируется? Я не считаю, что он не скорректируется Я просто не вижу каких-то сильных предпосылок к этому Возможно, я не исключаю такой вероятности Александр отметил, что рынок вырос примерно на 6% за предыдущие два месяца Не повод ли сейчас зафиксировать прибыль, пока у нас нет нового топлива для роста? Действительно, аргументов очень много, согласен с вами Все верно Александр отметил открытие длинной позиции по путапционам на S&P 500 Как хедж к текущим длинным позициям Поэтому, опять-таки, даже Александр, я думаю, не полагает, что S&P 500 будет корректироваться И не делает на это основную ставку Опять-таки, касательно Трампа, возможно, коррекции произойдет Я не утверждаю, что этого не будет Здесь 50 на 50, я просто не берусь предполагать И не берусь делать какое-то конкретное осуждение В связи с этим мы рекомендуем открывать сейчас позицию по покупке волатильности Хорошо, потом позже вернемся Александр, дайте нам ориентиры Как сильно может скорректироваться рынок акций США по индексу S&P 500 И какие ключевые уровни, куда рынок может, соответственно, упасть? Ну, тот уровень, который был в день, когда объявили о том, что Трамп выиграл Я думаю, что вот этот уровень, он легко может быть показан А это первая цель Какая цель? Это 2000 сколько? 160-170 пунктов? Да, 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 то есть это примерно там Но если это будет не только риторика, если будут какие-то решительные действия Например, сейчас обсуждается то, что защитить автомобильную индустрию в США И, следовательно, как будет Тойота продавать свои автомобили? Если мы понимаем, мы возвращаемся к неопределенности ориентир Мы примерно получили это уровни, которые были после избрания Дональда Трампа президентом Артем, какие у вас вопросы появляются на фоне той идеи, которая была озвучена Что надо покупать путапционы на индекс S&P 500, ожидая его снижения коррекции? Вы согласны с этим? Что-то вас смущает? Артем, извините, что беспокою Хорошо, будем считать, что с первой идеей мы разобрались Александр, одним словом, давайте вторую вашу историю Это покупка акции компании Polymetall Вы об этом говорили в конце декабря, бумага начала расти Почему акции Polymetall продолжат расти? Мы говорили это перед Новым годом Очень хороший рост идет И нет факторов, чтобы он остановился Почему он идет и почему он продолжится? Идет он, прежде всего, растет золото, неопределенность растет С валютными рынками сейчас тоже неопределенность, как вы и сказали в начале передачи Поэтому все смотрят на золото, возвращаются к нему как к защитному активу А Polymetall очень хорошо скорректировался в четвертом, в третьем квартале того года И поэтому очень хорошая возможность сыграть Я не услышал ни слова ни про отчетность, ни про другие драйверы Но важный комментарий, как у меня случилось впечатление, когда я вас слышал То, что тесная корреляция Polymetall и драгоценных металлов Они определенно действительно есть Безусловно, да То есть вопрос еще о себестоимости Себестоимость у Polymetall вполне приемлемая То есть я не ожидаю сильного укрепления рубля Оно уже идет, оно уже сильное Александр, мы уже не знаем, что с этим делать Это разве сильное? Если бы вы сказали, что вы верите в рубль 40 к концу года Я скажу, о, это сильное Рубль лучше среди мировых валют Я не знаю, что может быть сильнее Мы с начала года третий По успехам в прошлом году у нас был хороший результат Хорошо, Александр, мы вас услышали Я хочу тут же Росима спросить Росима, у ваших клиентов есть Polymetall? Если да, почему? Если нет, тоже почему? Не рекомендовал эту идею Но почему? В первую очередь у нас сейчас есть актуальные другие рекомендации Потому что, опять-таки, покупка Polymetall С идеей того, что есть определенная корреляция с драгметаллами Ну, с точки зрения такой неопределенности Лучше рассмотреть покупку фьючерса на золото Да, опять-таки, если будет расти волатильность То почему смотреть на Polymetall? То есть я не очень близко знаком с последними новостями И с текущей ситуацией по этой компании Да, но есть наша идея с корреляцией по валюте С драгметаллами Росима, такой вопрос Какая идея сейчас на рынке драгоценных металлов? Какая основная движущая сила? Потому что золото, некоторые считают, что это опережающий индикатор к текущей ситуации в экономике США Вокруг Дональда Трампа Смотрите, после президентских выборов в США золото упало, по-моему, с отметки 1330 долларов Чуть ли не до 1100 Последние недели 2-3 золото растет Какая дальше будет идея в этом металле? Все верно На самом деле, вот трендовую позицию я бы не рекомендовал по рынку драгметаллов Если есть в портфеле достаточно большое количество трендовых позиций Ориентированных либо на рост, либо на падение по российскому или американскому рынку То как раз таки есть смысл присмотреться к такой защитной позиции, как открытие длинной по золоту Но опять таки, это не основная идея То есть я бы не рекомендовал, если в портфеле мало позиций или нет какой-то основной идеи Я бы не рекомендовал открывать золото Хорошо, жалко, что мы, может быть, идеи фундаментальные не услышали График в акциях полиметалла Здесь мы зафиксировали как раз где-то в конце прошлого года В начале текучего слома Нисходящей тенденции, которая была с середины лета прошлого года Бумага торгует сейчас выше 50-дневного скользящего среднего 100-дневный это как раз ближайший уровень сопротивления Как и уровень 700 рублей за акцию Пришли к выводу в результате нашей дискуссии Что есть определенная корреляция с драгоценными металлами Рубль, себестоимость производства металла Также показывает определенное влияние Хорошо, две истории у нас уже есть Артем, как дела? Были, к сожалению, проблемы технического характера Сейчас хорошо слышу вас Спасибо, что все починили, Артем Мы с вами общались не далее, как в середине ноября Вы предлагали продавать нефть И в данном случае сработал стоп-лосс Что касается вашей рекомендации покупать кросс-курс евро-франк Здесь прогноз частично реализовался Пока вот позиции в рынке, как я понимаю Сейчас вы предлагаете снова продавать нефть Если мы пробьем по бренд уровень 53.70 Почему нефть будет дешеветь? Да, я считаю то, что весь рынок черного золота Сейчас будет оставаться в числе аутсайдеров И я понимаю то, что, может быть, сейчас кто-то возразит Особенно те оптимисты, которые верят, что соглашение ОПЕК В котором еще приняли участие регионы, не вхожие в ближневосточную организацию Его будет достаточно якобы, чтобы решить проблему с перепроизводством Я считаю, что нет Потому что святое место пусто не бывает Как только рынок покинуло несколько игроков Но если мы будем говорить про уменьшение доли Есть еще объединение такое географическое Есть три регионы, на которые я советую сейчас сделать ставку Которые серьезно могут нейтрализовать этот положительный эффект От соглашения ОПЕК Это Ливия, Нигерия и Соединенные Штаты Америки Потому что эти регионы не скованы никакими ограничениями Никакими обязательствами Они могут задействовать все производственные мощности Которые имеются в их арсенале А если говорить про Ливию и Нигерию То около 2 миллионов баррелей в сутки до производства И я думаю, что они это будут делать Потому что по последним прогнозам То же самое Ливии Они ожидают до марта еще плюс 270 тысяч баррелей в сутки Соответственно, общий объем производства будет свыше 1 миллиона Что касается Нигерии Сейчас это 1,9 миллиона И в планах поднять планку до 2,2 То есть, если опустить США и коснуться только Ливии и Нигерии Получается, что они вдвоем, два вот этих региона Полностью перекрывают то сокращение, которое будет со стороны Саудовской Арабии Артем, тогда получается, вот первая идея Нефть будет дешеветь, потому что соглашение ОПЕК Об ограничении добычи не будет работать Еще аргументы есть? Ну, это главный аргумент И еще один аргумент, который связан с тем Что будет все равно расти перепроизводство И, собственно, те страны, которые сделают в этот основной вклад Я их обозначил сейчас Хорошо Интересная история Я хотел спросить других экспертов Насколько они согласны с высказанной торговой идеей Александр, разделяете эту позицию? Потому что все ждут нефть ближе к 60 Я понимаю, что когда все в одну сторону смотрят Это тоже не очень хорошо Я, в принципе, соглашусь с тем фактором Что соглашение ОПЕК Оно накладывается на некоторую сезонность То есть, например, в России в ноябре был пик Добыча нефти А вот сейчас мы вроде сокращаем На самом деле просто сезонность происходит Некоторая Ну, может, там сократят немножко Больше это информативная история А с тем, что Ливия и Нигерия могут сильно нарастить Там свои проблемы Ливия раньше добывала гораздо больше Хорошо Александр, спасибо за лаконичность Расим, ваше отношение к нефти? Опять-таки соглашусь Потому что не так давно мы услышали новость о том Что даже Ирак, невзирая на договоренности ОПЕК Планирует увеличить добычу Настолько я помню, там были показатели порядка Они хотят достигнуть цифры в 3 миллиона 641 тысячу баррелей Что на самом деле больше, чем показатель, который был в конце 2016 года Там было порядка 3 миллионов 510 тысяч Но опять-таки здесь нужно вспоминать о том Что есть достаточно большое количество как аргументов Так и контраргументов А учитывая, что нефть это сейчас у нас Наиболее спекулятивный инструмент на нашем рынке Который может торговаться как и рационально, негативно Так и иначе В общем, я бы сейчас не делал здесь ставки тоже Потому что однозначно полагать будет Меня смущает то, что нефть в начале недели уже скорректировалась в моменте на 6% То есть нефть где-то перепродана Не учитывая, без учета вчерашнего отскока цен Что как бы на такой рынке тяжело заходить Очень коротко, Артем Вы советуете покупать доллар-иену? Вчера Дональд Трамп опрокинул доллар А вы советуете покупать доллар-иену? Почему? Потому что фундаментальные факторы Которые в принципе и подстегивали интерес к доллару Еще в конце 2016 года Они по-прежнему сохраняют свою актуальность Напротив, идея Это ожидание активного бюджетного стимулирования Реформирование системы корпоративного налогообложения Роста индекса потребительских цен Который будет толкать вверх доходности трежерий Артем, вам не кажется, что все это в цене? Пара доллар-иена стремительно росла в последние месяцы Мы это уже отыграли Абсолютно не кажется Абсолютно То же самое говорили, когда... Вы только что говорили, Артем Что в рамках пресс-конференции Детали конкретики по экономической политике мы не увидели А это топливо для роста доллар-иены Детали могут быть только в феврале, в марте Не кажется ли вам, что мы получаем в неделе 3-4 без топлива для роста доллар-иены? Я думаю, что нет У нас хватит в предстоящей неделе статистики Которая продолжит радовать тех трейдеров Как менялась доходность казначейских облигаций США? Это ключевой фактор, некоторые считают, для пары доллар-иена Абсолютно согласен Абсолютно согласен Если говорить именно реакцию этих бумаг на конференцию Дональда Трампа То доходность немножко снизилась Она снижается 4 недели подряд Это тоже выбивает почву из-под ног доллар-иена Хорошо, Артем, у вас услышали Ваша интересная идея, такие среднесрочные, долгосрочные Расим, самая интересная у вас история, мне кажется, про доллар-рубль Давайте с нее начнем Вы ожидаете роста волатильности Что сильное движение будет по паре доллар-рубль Она либо сильно вырастет, либо сильно снизится Поэтому советую покупать около денег Пут, опцион на доллар-рубль и кол Почему? Почему волатильность в рубле вырастет? Мы видим пока обратное Мы видим обратное, точнее видели в течение практически всего 2016 года Если сравнивать с динамикой 2014-2015 года Но опять-таки здесь история о цикличности и волатильности Учитывая, что 2016 год был достаточно спокойным Как раз-таки сейчас уже аккумулировалось достаточно большое количество факторов Которые могут привести к росту волатильности Это и Трамп, и его протекционистская политика И ситуация с ОПЕК Плюс комиссия, которая была создана при ОПЕК Которая будет уже подводить первые итоги во второй половине января Аккумулировалось достаточно большое количество подобных факторов Плюс консолидация около отметки в 60 рублей за доллар Как бы как раз-таки мне кажется У меня ассоциируется с натяжением некой пружины Поэтому я склонен полагать, что в первом квартале этого года Мы увидим значительный рост волатильности в валютной паре Я добавлю только, что у России была история продавать акции Роснефти При пробое поддержки 390 Но по рублю-то в принципе все не так уж и плохо Корреляция с нефтью снижается Критрейт дает рублю поддержку И собственно рубль один из лучших Спасибо вам за участие в программе И прогнозы, рекомендации До новых встреч